МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомире сёння отбылся лёгкоатлетичный пробег. Великая вода наступает, регион рыхтуется до весновой поводки. В Гомирском державном профессийно-техническом колледже бытового обслуговывания выбрали лепшего цырульника. Тут пройшёл республиканский конкурс «Белорусский майстер-2018». А у Палацы культуры Чигуношника угучали шедевры сусветной классики. У выкананник камерного оркестра областной филармонии. А зараз об гэты меньшим больш подрабязна. Весновое тепло нияк не спешается до нас. На Гомирщину знову вернулися морозы. Сегодня у регионе обвешаны оранжевый узровень, небеспеки. Идзе снег, местами моцны, змятелицей, дискомфорту дадает и порывистый ветер. На особных участках дорог заховывается гололёдзица. У ночи прогнозуется до 12-16 градусов морозу. Завтра на Гомирщине так само чекается холодная надворья. Пераменная воблачность, переважно без опадков. На особных участках дорог гололёдзица. Ветер по ночной заходни 5-10 метров за секунду. Парывы до 14. Температура поветра у дзен в складе от минус 1 до минус 6 градусов. Подобный характер надворья заховывается у регионе и у першые дни наступного тыдня. У понеделок 19-го соковика чекается переважно без опадков. У автора кудень макшимый короткочасовый мокрый снег. На дорогах по раннейшему заховывается гололёдзица. Тому супрацовники Держа-Аутоинспекции раят усим удельникам дорожного руху быть уважливыми и осторожными. Госавтоинспекция предупреждает водителя о необходимости снижения скорости, чтобы действия водителя были понятны для других участников дорожного движения. Желательно, конечно, без крайней необходимости воздержаться от дальних поездок. Что касается пешеходов, будьте внимательны, обращайте внимание, какие транспортные средства приближаются к вам. Ну и ваша безопасность в ваших же руках. Внутренные войске Министерства внутренних справ Беларуси отзначают свое стагодие. У Гомеля из нагоды юбилейной даты сегодня отбылся лёгкоатлетичный пробег. Мороз, снег и ветер не перешкодили военнослужащим войсковой части 55-25 и аматорам бегу выйти на старт. Под обязанностью в наступном сюжете. Мороз, невеликий снегопад и ветер не перешкода. Незусим с прияльной умовы на двор я унесли только одну коррективу. Регистрация удельников и узнагороджение переможцев проходили у помешканья. Штабом стал Палац Порту профсоюзов. Традиция отзначать День створения внутренних войсков спортивным святом у Гомеля изъявилась в 2008-м. С того часу каждый год при любом на двор и лёгкоатлетичный пробег сбирал под свои стяги удельников. Сё ряд, не присвеченный знаковому юбилею, выключением не стал. Ежегодно внутренние войска празднуют свой день рождения. Это день рождения у нас 18 марта. И чтобы как-то нетрадиционно отметить это мероприятие, вот решили провести такой лёгкоатлетический пробег. Чтобы после, скажем так, зимней спячки люди немножко, те любители бега и вообще, которые живут за здоровый образ жизни, ну, пришли, пробежали, проснулись, встряхнули себя и подготовились к сезону. Сагровали у дельников за бегу и гостей свято горячими горбатой и солдатской кашей. Полевая кухня – необходный атрибут мероприемства с уделом войсковцев. По бач можно было ознайомиться с техникой и сброей, які стоять на узброенній внутренних войсков. Последней варичкой церемонии открытия, показального выступления спецназу и разминки, бегуны отправились на старт. Распочались поборництвы дети, правда, у дельников было усяго двое, не обо двум дистанцию 500 метров покарылась. Дорослым необходно было передолить 5 и 10 тысяч метров. Дистанцию кожным выбирал заходящий из уластных махчымастев. На 10, так скажем, еще не готов, 5, думаю, самое то. Главное, достойно выбирать, показать хороший результат, так скажем. Ну, себе доказать, что как-то несмотря на такие погодные условия, как бы смогу это выставить. Дарыши военнослужащие войсковой части 55-25 приняли уделу забегу о малю повным складе. Им до таких суровых умов не привыкать. Выконовать поставленные задачи, не глядячи на любые знишние факторы, гэтага потребуют присяга и уластная годность. Максим Савин, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». Ускрыть о реку Гомельской области чекается на наступным тыдні. Такая информация была огучена под час брифингу, який просвятили чекаемые поводцы. На питание журналистов отказали представники экологичной службы, Министерство по надзвычайных ситуациях, Управление внутренних справ, системах ховы здоровья и социального забеспечения. Як у регионе рыхтуются до массового таяння снегу, ведая Олег Синцерову. Сегодня на подрыхтовку до махчамой поводки ориентованы усе субъекты профилактики, починающие от наглядальных комиссий до установы ховы здоровья, а позже рыхтуются принять на своих площадках одиноких состарелых, яких махчама придется эвакуировать с потопленных территорий. Поместить туда действительно нуждающихся людей может быть не столько в лечении, сколько одиноких, престарелых, где нет возможности забрать детям. Создан запас медикаментов в месячной, в автономном режиме, если в случае чего. Теплые вещи на ФАПах одеяла розданы. Сгодно с прогнозами, все это поводка может закоронить 16 районов Гомской области. Подтопленными могут оказаться 101 населенный пункт и 30 садоводницких товаристов. Для поравнания, в 2013 году, когда поводка была одной из наибольшь великих, за геструю их назиранию, потопило 105 вёсок и городов. Наибольшь значная площадь могут опынуться под водою в Петриковском и Житковском районе. Усе покинутые у вынеку от селения будинки возьмут под охову узброенные супрацовники милиции. На лодках, соответственно, сотрудники с табельным оружием будут нести службу в круглосуточном режиме. Как это было уже в 2013 году, соответственно, у нас уже система эта опробирована. Тут никаких у нас вопросов не будет. Супрацовники МНС, районасельство, подрактоваться до поводки заходя, сарат основных парад, створение запасу ежи, пятной воды и леков, меблю, бытовые электроприборы и каштовные речи, лепши перенести у места, куда вода не трапить. Что-то, чем самих воротовальников, то и они тримают ситуацию на контроле и готовы до поводки в полном объеме. У составе сформированных отрадов есть на подразделения, которые будут подрывать лед на наибольших небеспечных участках рек. Мы были на всех этих участках, смотрели, мониторили. Значит, периодически ведется воздушная разведка, вертолет проходит, смотрят все эти. У нас на базе республики созданы три группы, перетехнические, которые готовы принимать участие в разрывах. Если коснется такая ситуация, то будем взрывать. Разом с тем, достатково великая куча снега на Гомщине. Моя и свои плюсы. Зараз глубиня промерзания хлеба складает 4 до 20 сантиметров, что значительно меньше середних значений. Меньше промерзания почвы, значит, почва будет напитывать больше влаги. А вода не просто скатится в реку по рельефу местности. Поэтому я думаю, что для сельского хозяйства наоборот это хорошо. Земля будет напитана водой, ну и, соответственно, будет хороший урожай. И еще одна парада, которую хочет санитарная служба. На территориях, где будет значимая поводковая ситуация, лепш не корыстаться водой с колодежа. Сегодня во всех крамах створается неоподный запас бутылеванной воды. И ее уживание потребует додатковых финансовых затрат. Але гарантованно дозволить заховать здоровье. Что может находиться у колодежах, які потоплены поводкой? Нитраты, вирус гипотетта, в острая кишечная инфекция. И коли дорослые уживаниваются такой воды, я ще перенесе, я кажусь, на ногах, то детей не выключено, придется шпитализовать. И потом никто докладно не ведает, як у всех это добьется на дальнейшем стане здоровья. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадоком Паде Гомель. Вратовальники попереджевают, упартость уже дань не подолжить сезон зимовой рыбалки, можа привести до трагедии. А пошневесновый лед самый небеспечный, и с кожным днем рызака становится больше высокой. Супрационники освода, что день дежурать на водоемах. Рыбакам нагадывают об правилах оказания першей допомоги и техничных сродках, які зауседы повинны быть побач. Это и концы Александрова, и простая авиаровка с грузом, и разностайные загвоздки, які допомогуть человеку самостойно выбраться с воды, коли он провалится. И обовязково вратовальная камізелька. Никто не знает, где здесь бьют ключи. Никто не знает, где он прорастаял больше, где меньше. Где-то уже лед здесь достигает меньше 5 сантиметров толщины. Соответственно, в любой момент человек, который идет по льду к одной или другой своей лунке, которую он сверлит, он может провалиться. Оказать помощь? Я не думаю, что кто-то из этих людей сможет оказать помощь. Почему? Потому что у них у самих нет спасательных средств. За минулозимовый период супрацовники освода попередили свыше 600 несчастных выпадков. Однако лик с умной статистики все же таки открытый. У нас утонуло 3 человека, в том числе один несовершеннолетний. Двое – это рыбаки, которые провалились под лед и утонули. И еще один рыбак в Реческом районе погиб от переохлаждения. Поэтому всем необходимо быть очень осторожным и по возможности не выходить на лед, помня о том, что это может привести к трагедии. Весновый лед небеспешный не только для рыбаков. Детячие гульника для водоемов так само могут привести до несчастных выпадков. Батькам варто заставаться пильными. Не покидать детей без нагляда и расслумачить всю небеспеку выходу на тонкий лед и гульню поблизу рек. У Гомеля вызначили переможца у областного этапа республиканского конкурса «Школа безпеки сирот школьников». У делу им примали дети, которые уже стали лепшими в районных конкурсах. Первым выпробованием стало решение тестовых заданий. Потом у конкурса «Я расскажу вам» вошни демонстровали не только веды по основам безпеки жития дейности, а также свои творческие должности. Еще один тест – претенденты на перемогу вытремали подчас проходжения своей гульни, где снова разгорнулася битва розумов. Левших вызначали у трех взрослых группах. Переможцем областного этапа «Школы безпеки» сиротвучнего первого и четвертого класса стал Максим Матыскин из гимназии города Рогачева. Во взрослых категории пятая и семая класса левш за всех выступил Данила Шумкевич с 21-й гомельской школы. У старейшей группе диплом «Переможца» отримала ученица школы номер 9 города Гомеля Ксения Барович. МЧС особое внимание уделяет воспитанию младшего поколения детям именно на безопасность жизнедеятельности. Дети показывают свои знания, показывают свои творческие возможности. В принципе, все нацелено на то, чтобы дети знали, умели и использовали полученные знания в своей жизнедеятельности, чтобы сохранить свою жизнь и сделать ее безопасной. Далее «Переможцы» представить нашу область в финале конкурса, который пройдет 28-го соковика на базе Университета гражданской обороны Министерства по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь в Минске. Завтра у Российской Федерации отбудутся выборы президента. У нашей краине створено 13 выборчих участков. У Гомеля отдать свой голос можно будет в будинку Громадско-культурного центра на Ланхе-17. Участки будут працовать с 8 ранницы до 8 вечера. Отзначим, у некоторых беларусских городах было организовано до терминовое голосование. Яно у приватности проходило у Мазыры и у Светлагорску. Практичная подрихтовка, сучасный ориентир у навучанні студентов. Готой теме был присвячен круглый стол от теории до практики, який пройшов у Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны. А про час студентов и выкладчиков ВНО у им приняли удел представники державной, улады, предприемства, промысловой, финансовой и IT-сферы. Под обязанностью материалю Ганны Корольчук. Интенсивное развитие экономики Беларуси шмат учим залежать от наявности высококвалификованных специалистов. А как сегодняшние студенты были запотребованными на рынку працы, они должны не только владеть теоретичной базой, но и иметь практичный опыт до момента размерования. Поспехово справиться с этой задачей университеты могут, дякуючи пленному супрацовництву, с ведущими предприемствами разных галин и протягнению цикавости молодзи до будущей профессии с первого курса. Виновата на этих важных аспектах будуя свою адукационную и науковую деятельность ГДУ имя Франциска Скарыны. В Гомельском университете создано 68 филиалов кафедр на различных предприятиях, организациях, учреждениях. На филиале происходит практика, студентов. Кроме того, мы имеем возможность внедрения и апробации наших разработок научных, учебных, методических на филиалах этих кафедр. З уликом пожаданию предприемства в университете удосканавливают смест практичных занятков, вводят новые темы у научной программы. Кроме того, супрацовники предприемства и организаций працуют в НУ на умовах сумещальництва, керуют дипломными и курсовыми работами студентов и выкладывают специальные курсы. Усюгета, до речи, допомагает утримать молодых специалистов у Гомельской области, забезпечит им гарантованное працевладкование, махчимость карьерного росту и профессионального развития. При приеме на работу надо оценивать, прежде всего, восприимчивость специалиста. То есть, если человек готов принимать новую информацию, то есть он обучаем, то можно сделать любого специалиста любого профиля, а именно этому и учат в университетах. Мы заинтересованы в том, что специалисты получались качественными, востребованными и, естественно, тоже устраивались и получали свое первое и, возможно, на долгое время, длительное время рабочее место. Мы бы хотели, чтобы выпускники вузов были более практикоориентированы. Наши педагоги обращаются именно и на кафедры вузов, и к студентам, именно в плане сотрудничества при проведении, например, определенных социальных каких-то исследований, психосоциальных анкетирований и так далее. То есть, когда очень важно мнение внешних экспертах, опять-таки, когда студенты участвуют в такого рода мероприятиях, они параллельно и обучаются. То есть, это такой взаимовыгодный симбиоз. Круглый стол от теории до практики проходил в рамках республиканской науково-методичной конференции, однако его организаторы вырешили не обмежоваться читанием докладов, а створили умовы для живого обмеркования проблем. Студенты задавали питание представникам предприемства, потому что практика ориентованная эдукация – это за все до тесной взаимодействия с рынком працы. Я надо помогая и предприемствам скоротить час на подрыхтовку специалиста и выпускникам быть больше упевненными в своем лесе и по закончению университета отримать разом со специальностью конкретное працевное место. Фантазийные прически – смелые и загадковые образы. В Гомельском государственном профессийно-техническом колледже бытового обслуговывания выбирали лучшего цирульника. Тут прошел республиканский конкурс «Белорусский майстер-2018». За интригующим споборництвом назирала Марина Джалая. Кожная пара цирульники-модели представляли свой регион и столицу Краины. Как трапить на республиканский финал в Гомель, треба было оборонить звание лучшего в своей области. Не глядя на то, что тут собрались профессионалы, мы зауважили, как хвалявались майстры. Хвалявались и судьи, оценивая цирульное майстерство, справа складанное. Кроме основных моментов, в которых треба было притремливаться майстрам, остатние – фантазия и творчость. Выбрать лучшего по таких складанных и тонких критериях – непросто. Достаточно серьезно всегда отношусь к судейству, потому что знаю, что каждый участник волновался, готовился, много сил и много средств для этого у него ушло. И когда ты становишься судьей, ты понимаешь, что когда-то ты сам выступал, и такие же судьи тебя осудили, и ты всегда думал о том, насколько же справедливо может осудить тебя судья. Часу для створения в образу – всего 40 минут. Напружение возросло, когда оставались опешные, самые важные штрихи. А судьи, которые весь час надзирали за работой, начали отличать взоротный час. Остались 4 минуты, 3, 2, стоп. И вот в этот момент, после завершения работы цирульников, распочалась не меньше отказанная члена журн. И непильно разглядали каждый локон, тое, насколько докладно и гармонично выполненный образ. Вот такую незвычайную и смелую пришёстку зарабила своей модели Полина Халамазова. И она представляет Гомельскую область и працует тут же у колледжи. Сопоставила все элементы, которые в этом сезоне в моде, то есть волны, пена, прямые линии. Те люди, которые понимают, поймут это. И как-то так, чтобы было что-то необычное и не было перебора, потому что если какой-то перебор идёт, то образ не состоится. Поколь судьи вызначали пероможцев для гостей и болельщиков, которые выникал конкурсу, организовали концерт и дефиле модели. А мы поспели провести ещё одно интервью. Сегодняшний конкурс, он выявляет талант тех людей, которые, может, где-то у себя и не замечают, а когда он сюда приходит и в борьбе получается результат, то он себя начинает ценить. Ну и, естественно, это хороший пример для подрастающих поколений, которые сегодня в колледже, например, учатся. И вот нареште самый шаканный хвалюющий момент конкурсу – объявление пероможцев. Первое место у нашей Гомельской области. Полина Галамазова и ее модель стали лепшим творшим тандемом. Было бачно, майстер вельми сподевалася на перомогу. Аляяна всё равно стала не шаканной. Девчина навык не смогла стримать слёз. Другое, третье место у маэстро Смогилёва и Бреста. Когда назвали уже третье, второе место, и вот это вот ожидание – это самое сложное. Потом, когда уже назвали, конечно, неожиданно, приятно. Лауреаты конкурсу отримали дипломы и грошовые ознагороды. Пероможца Полина Галамазова у маэ премиудел у фестиваля «Працовные таленты». Марина Джалая, Игорь Маришченко, Телера, Деакомпания «Гомель». У Палаце культуры Чигуночника огучали шедевры сусветной классики. Яркую концертную программу под такой назвой глядачам подарили талиновитые музыканты Гомельской областной филармонии. У оригинальным выкананне камерного оркестра прогучали несмародные творы Моцарта, Штрауса, Вердзи и инших сусветновядомых композиторов. Вокальная парта и выканала близкучая солистка филармонии Вольга Кузьменко. Незвычайно колоритная сопрано гэтой спявачки органично злилось с гучаннем струнно-смычковых инструментов. Подчас концерту слухачы погрузилися в атмосферу милогучной классичной музыки, якая узбагачает духовно и узвышая наштодзенностью. Концерт камерного оркестра Гомельской областной филармонии я еще раз продемонстровал. Классичная музыка актуальна и любимая слухачами во все часы. Головная потребляет ее цикавость разностайными творчими проектами. Классическая музыка, она востребована всегда. Она всегда была востребована, она будет востребована, она близка любому. Другой вопрос, что может быть не каждый ее слышал, для того, чтобы понять, что она ему близка. И большая задача лежит на нас, на музыкантах, чтобы приучать к этой музыке, что мы делаем на концертах. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава «Вясна и пуанты колор». Ее представят оленовитый гомельский мостак и поэт Иван Солодовник. У экспозиции разместилось 50 полотна, в которые адлюстраивают самые ширые эмоции, почутки и сопроводжаются вершеванными творами автора. Картины Ивана Солодовника выполнены в оригинальном стиле «Пуанты колор». И они складаются с великой колькости маленьких коляровых кропок. Кожная думка и почуток, длюстрованные на полотне, рассыпаются каскадом ярких коляровых огнев. При допомозе гульней святла и символов автору удается с незвычайным майстерством раскрыть историю створения каждой особой картины. Поэтичные творы, которые сопроводжают все его работы, так само позволяют глубже прочесть живописные сюжеты. В целом картины Ивана Солодовника поделяются на семь циклов «Человек», «Кветки», «Эмоции», «Вавилон», «Контрасты», «Рух» и «Обуджение». Работы каждого цикла ураживают своей шматгранностью и неполторностью. Этим циклом мне хотелось, соединив форму и цвет, чтобы человек уловил, глядя на эту картину, имитацию движения. И, постоянно несколько минут у той или другой картины, я, например, ощущал это движение, и, надеюсь, вы ощутите тоже. Гэта и атак сама иншая новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершенный. Удалых вам выходных дзен и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова